всем огромный привет меня зовут алена и сегодня мы с вами сделаем для маленьких девочек бантики с ушками я думаю вы встречали такие бантики в интернете особенно в instagram и в пинтерест они просто переполнены также эти бантики делают как с ушками оленя с ушками котика зайчика мишки кого угодно поэтому тут фантазировать можно сколько сколько в годах на что у вас хватит фантазии ну а также схему которую я нарисовала для этого бантика я оставлю в описании к этому видео но еще немножко по схемам когда-то меня очень сильно просили сделать именно в инстаграме отдельную страницу по схемам я ее сделала но там оказывается небольшая проблема я думаю вы знаете что с инстаграма невозможно скопировать или сохранить фотографию поэтому вы можете сделать только скрин фотографии или же пытаться перерисовать самостоятельно ну а для того чтобы скачать схемы и сохранить распечатать их все как надо вы можете пройти в мою группу вконтакте на которой есть все все шаблоны по которым я делала свои мастер-классы вы просто-напросто сохраняете фотографии и распечатывать ее формате а4 все свои шаблоны я рисую на листе формата а4 для того чтобы было более удобно их распечатывать не всегда можно указать на какой-то детали точные-точные размеры так как детали у нас бывает совершенно разнообразных форм поэтому для удобства формата 4 или же прикладывайте лист к монитору своего компьютера и перерисовывайте я думаю тоже все знают про этот способ я не продаю свои шаблоны мои все шаблоны находятся в контакте в открытом доступе пользуйтесь ими и делайте свои работы вот таким образом выглядит сам бантик зайчик я думаю похоже вы видели в интернете именно оттуда я и взяла саму идею но я попыталась нарисовать схему подумала как это лучше сделать и в итоге у меня получилась вот такая схема в работе я буду использовать фетер и искусственную кожу вы же можете использовать простой фоамиран или глиттерный смотрите уже из какого материала вы хотите в итоге сделать свой бантик перерисовываю свои шаблоны и вырезаем если вы также как и я на фетре рисуете ручкой вырезайте очень очень аккуратно чтобы вашей ручки не было видно она все-таки не стирается но и когда рисуете старайтесь сильно не давить своей ручкой на фетр иначе с обратной стороны вот будет некрасиво также вы можете обрисовывать шаблоны на фетре фломастерами специально для ткани они исчезают все хорошо вырезали заготовки из кожзама нужно нам обпалить зажигалка обязательно чтобы все края были красивые и без ниточек все заготовки готовы и склеиваем начинаем с ушек вклеиваем внутреннюю часть я наношу клей не сильно с краю для того чтобы он у нас не по вылазил и не испортил наши ушки поэтому наносим посередине и хорошенечко приклеиваем ну а теперь склеиваем сам бантик наносим капельку клея и наши концы бантика приклеим к серединке и декорируем саму серединку нашего бантика я делаю ее блестящий но учитывайте одну вещь если вы как и я в итоге решите сделать туда помпончик то можете использовать не декоративный материал а самый обычный фетр по итогу серединке все равно видно не будет бантик готов ушки готовы а теперь мы все вместе склеиваем наношу клей снизу наших ушек также наношу не только посередине но и по краям нам нужно их хорошо приклеить приклеим все ровненько и хорошенечко хорошенько жимаем ничего в итоге у вас потом не развалится и клей будет держать надежно я в работе используют только термо клей доверяют только этому клею поэтому другим клеем не пользуюсь теперь я хочу один из своих этих бантиков закрепить на ободке беру металлический ободок и вырезаю две заготовки где-то 7-10 миллиметров не больше иначе будет сложно обкручивать наш ободок вы можете обкрутить полоской свой ободок или же обкрутить любой лентой ободок и сверху приклеить полоску тоже будет выглядеть неплохо поэтому закрепляю подклеиваю край фетра и начинаю обкручивать при обкручивании я также слегка натягиваю чтобы у нас в итоге получилось все красиво и аккуратно одну полоску фетра я начинаю приклеивать с одной стороны ободка а другую с другого ну и вместе соединения так сказать лент мы будем приклеивать бантик для того чтобы он приклеился у меня ровненько вверх не на бок никак я наношу клей приблизительно сантиметра два-три в том месте где мне будет бантик и затем в горизонтальном положении закрепляя сам бантик и жду пока клей схватится тогда наш бантик и наши ушки будут торчать вверх ну и ну и и и все у нас хорошо приклеилась и теперь я приклеиваю помпон все таки мне его не хватает так сказать мы делаем хвостик нашему зайчику в итоге у меня получился вот такой красивый ободок с розового зайчика я сделаю заколку также я думаю вы для декора можете использовать любой любой материал но если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал до новых встреч пока пока это и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok